Наталья, привет! Здравствуйте! Как тут по ипотеке у нас дела идут? Все хорошо. Слушай, ставку уже подняли, я думаю, клиентов все равно поменьше стало. Ну, поток немножко снизился, да, все верно, но сейчас больше клиенты рассматривают новостройки, поэтому достаточно много заявок. Слушай, я вот сухие цифры посмотрел, у нас сейчас средний темп прошлой недели к июню-июлю был одинаковый. К августу мы, конечно, упали процентов на 30 примерно, потому что там вообще какое-то сумасшествие было. Вот, а сейчас какие опасения у клиентов? Ну, сейчас клиенты, в принципе, стараются, мы рекомендуем хотя бы зафиксировать эти ставки, также можно будет сделать рефинансирование, поэтому, если клиенту нужно купить жилье, я думаю, не стоит оттягивать, нужно это делать. Я знаю, ипотечные врукеры всегда так говорят. Это нормально. Слушай, смотри, то есть получается, что, в принципе, на сегодня, даже если ты берешь, у нас ВТБ, по-моему, до 17 сентября, сказал, ставка фиксировала, по старым ставкам, кто до 21, да, получал? Да, некоторые банки дают такую возможность еще получить кредит по старым ставкам. ВТБ действительно до 17 сентября Сбербанк сохранил действие решения до, вернее, решения до окончания. Вот это спасет рынок, слушай. Да. Они, получается, до 21 августа принимали по старым ставкам и где-то до 21 ноября, получается, будут еще действовать старые ставки, правильно? Да, то есть у тех клиентов, как мы всегда рекомендуем, фиксируйте ставки, решение действует, подберете объект, выйдите на сделку, поэтому, да. Все, хорошо. Ну, я тут что могу добавить, что на сегодня мы видим, что лучше зафиксировать, потому что по всем признакам учетная ставка будет еще раз поднята, да, коллеги, я там рискну дать прогноз где-то от 1 до 2%, я думаю, 15 сентября ставка будет еще раз поднята. Вот. Я коллеге сказал, потому что это, ну, ничего страшного. Вот. И это важно. Но также важный момент, что можно будет рефинансировать. Правильно же? Да. То есть у нас же это, по-моему, бесплатно, для всех клиентов мы автоматно бесплатное рефинансирование даем. Да, для наших услуг, для наших клиентов мы предоставляем такую услугу рефинансирования, она абсолютно бесплатна, как и услуги ипотеки. Да, я думаю, что только ставка снизится, то есть реально, я думаю, уровень таких высоких ставок будет год, да. Сейчас повторишь, что у нас где-то 13,5-13,8? Да, в среднем 13, 13-14%. То есть, грубо, если через год оно вернется, получается реально переплата, ну, где-то 2,5% всего лишь. Явно, что квартиры, скорее всего, подорожают больше. Возможно, да. Вот, поэтому в целом выгодно. Так, Наталья, что еще интересного? Все замечательно. Это правильный подход. Да. В общем, давайте, вот такие вот, весь из полей, так и, ну, реально, сектор живой, все нормально идет. Вот, но если, мне кажется, еще будет плюс 2 повышать, то сложности уже возникнут со спросом, если откровенно, да. Спасибо Сберу, который ставки принял решение держать. И повторишь, это первый случай в истории, когда 3 месяца сохраняет после таких повышений. Вот, но опять же, как я понял, такое слово подберем. Если сильную учетную ставку еще раз повысит, то даже Сбер может двинуться с этих позиций. Ну, то есть, все-таки по текущим одобрениям всем тоже поднять, поэтому очень важно все-таки успевать. Спасибо.